103 номер, который жители краевой столицы должны знать наизусть. Теперь диспетчеру можно звонить не только, если требуется скорая помощь, но и неотложная. Разница в том, что бригада скорой долетит за 20 минут, фельдшер неотложный обязан посетить больного в течение двух часов после вызова. Кому и какая помощь нужна, определит диспетчер. Видит, что подозрение на какую-то острую патологию, это может быть инсульт, инфаркт, это может быть просто плохое состояние, когда сразу не поставлен диагноз. Но по имеющимся параметрам, температура, наличие одышки, наличие каких-то жалоб, этот оператор определяет его как экстренный и отдает бригаде скорой помощи. Но если человек жалуется, к примеру, на давление, но его показатели не угрожают жизни, на боль в спине или животе, но это не сопровождается тяжкими симптомами, операторы перенаправляют вызов в колл-центр поликлиники по месту жительства. Вызов сразу высвечивается на экране и с этого момента отчитывается два часа на обслуживание такого вызова фельдшером. В третьей поликлинике за неделю эксперимента таких неотложных вызовов в день было не больше двух-трех. На данный момент у нас три вызова, на один из которых он уехал и два стоят в ожидании. То есть пока он не поставит, что он отработал первый вызов, другой вызов у него там в этой программе, он будет стоять как в ожидании. То есть он будет гореть там красным, будет это все выделено. А человек вот этот фельдшер, он успеет? В течение двух часов, ну то есть они же все равно поступили не сразу подряд, а допустим там с разницей там в 20, в 15, в 30 минут. И в принципе это все же в зоне обслуживания поликлиники. Если будет рост заболеваемости и какая-то бригада не будет успевать в течение двух часов обслужить этот вызов, этот вызов будет оператором 103 передан на ту бригаду, которая свободна. Если в нашем случае не будет фельдшера, который сможет обслужить, я думаю, что наш вызов будет обслужен поликлиникой ближайшей первой, горбольницы номер 5 и так далее. Неотложную помощь фельдшеры поликлиник оказывали и раньше. Теперь у них при себе планшет, в котором содержится вся информация о вызове и отчет по нему. С собой, как и у бригад, скорый, набор лекарств, термометр, пульсометр, аппарат для снятия ЭКГ. Есть ли такие, где все-таки требуется скорая помощь? Ну, если госпитализация нужна тяжелых больных, но в основном давление, остеохондрозы, температуры. Ну, такие вызова. В Наукограде вызывать врача по номеру 103 начали еще в сентябре 23-го. Спустя почти год специалисты говорят, это было правильное решение. Единый контроль. Не каждое учреждение само что-то делает, а здесь уже единообразие в подходах во всем. Во-первых. Во-вторых, как ни странно, мы добились увеличения бригад и добились увеличения вызовов на поликлинике, на неотложную помощь. И в то же время это нам помогло снизить количество вызовов во время работы бригад неотложной помощи на скорую помощь города Бийска и Бийска медицинского округа. В третьей Барнаульской поликлинике нам пояснили, что записаться на прием к врачу по-прежнему можно, обратившись в саму поликлинику. Также, если у лежачих закончились лекарства или им требуется продлить больничный, 103 лишь номер для вызова врача на дом при остром заболевании. Он заменяет запись на госуслугах. Пока такая система действует во взрослых поликлиниках. Для вызова врача деткам все еще доступно старое. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.